Поручик, а это правда, что вы стрелялись из-за Наташи Ростовой? Да, а это трус-корнет из-за дерева. Самые страшные звуки для кота – это слова маленького ребенка. Киса, киса. Почему ты не ешь пирожки? Неужели мои пирожки тебе не нравятся? Что, ты очень нравятся, но не настолько, чтобы их есть. Учительница с будунища еле в класс заползает, садится за стол. Дети, записывайте условия задачи. Две учительницы решили неплохо провести вечер, отдохнуть. На двоих выпили бутылку водки, бутылку коньяка, пару пива. Вопрос, дети, на какой икс они пошли за портвейном? Фима, я вижу, что ты сегодня совсем не в настроении. Да, поехали с Софочкой разводиться, не доехали. И шо так, разругались. Какая у вас красивая собака. Она, наверное, умная. Еще бы. Вчера вечером, во время прогулки, я сказал ей, кажется, мы что-то забыли. И как вы думаете, что она сделала? Наверное, побежала домой и принесла эту вещь. Нет. Она села, почесала за ухом и стала думать, что бы это могло быть. Чувак, приезжай к нам на дачу. Не хочу. Зря. Тут пиво, пьяные девочки, красота. Папа, я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку. Бизнесмен-психиатр. Доктор, помните, прошлым летом вы посоветовали, чтобы отвлечься от работы, нужно развлечься с девушками. Да. Так посоветуйте. Как мне теперь отвлечься от девушек и вернуться к работе? Цени то, что у тебя есть. Пока время не заставило тебя ценить то, что у тебя было. Субтитры создавал DimaTorzok